МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Омской квартире интерьер в стиле Прованс мы сегодня поинтересуемся у специалиста по ремонту Александра Мельникова. Александр, доброе утро. Мы сегодня специально не стали приглашать дизайнера, который может на картинке красиво это все представить. Мы пригласили вас, чтобы узнать, как это все выполнить своими руками, либо руками специалистов. Давайте все-таки опустим такие мелочи, как цветочки на шторках. Пайетки. Пайетки, подушечки. И поговорим, какими должны быть пол, стены и потолок. Вот, допустим, у нас картинка с полом. Вот я не могу понять, из чего. То ли это, извините, ламинат очень красивый, то ли это вообще паркет. Что это? Как это? Ну, в стиле Прованс не используются такие вещи, как ламинат, линолеум. То есть искусственные. Ну, нужно было догадаться. Максимально приближенные к дереву, то есть натуральное дерево желательно. Хорошо. А какие сорта дерева должны быть? А сорта дерева – это дуб, ясень, сосна, орех, венги. Те дерева, у которых ярко выражены годичные кольца, мягкие и твердые составы волокон. Хорошо. Перейдем теперь от пола к стенам. Стены преимущественно крашеные, а вот какая краска должна быть? Как создать эффект выцветшей на солнце краски? Ну, это достаточно такой сложный момент, потому что, как понимаете, она выгорает неравномерно, краска на солнце. И получается только колером, максимально колером подбираете под цвет какой-то. Ну, теперь мы плавно подошли к потолку. Каким должен быть потолок? Подойдет, допустим, глянцевый какой-нибудь натяжной или нет? Для Прованса. Нет, скорее всего, не подойдет, так как в Провансе используются на потолку штукатурка. Штукатурка? Ну, там, как понимаете, это же деревня все-таки. И там используются штукатуры или красили такими красками, которые у них были, опять же, цветочными либо белыми. Если хотите использовать натяжной потолок, то лучше используют тканевый французский. Он максимально приближен к этому, но все равно это не то, если так взять. Хорошо, спасибо за ваши советы. И еще что-то есть сказать по поводу потолка? Есть, ну, как бы там используются балки деревянные, которые красились по цвету пола, допустим, или грубо говоря. Я представлю свою городскую квартиру, у меня из крыши торчат балки, как на даче. Это было бы круто. Спасибо за ваши советы, очень приятно. Мы наконец-то поняли, как сделать из новых вещей все до старые, чтобы их состарить. Ну, из мебели это тоже достаточно понятно. Берем обычную мебель и аккуратненько наждаем. Надеемся, советы нашего гостя вам пригодятся при ремонте. А вот рекомендации астролога Валерии Глобы вам понадобятся уже сегодня. Далее в нашем эфире «Глобоскоп». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова